Приветствую вас, непростой вопрос, понимаю вас как родителя, понимаю ваше состояние, ваше чувство, это с одной стороны и любовь к сыну, и жалость к нему, и желание, чтобы у него все было хорошо, и в то же время страх за свою жизнь, за то, что может произойти, да, потому что у людей такого типа, как вот, выбрал ваш сын, а в общем-то бывают достаточно криминальные истории и так далее, но я полагаю, что вы сами все прекрасно знаете, вот, то есть, значит, страхи, они вполне оправданы, вот. Я думаю, что здесь очень важно первонаперво определить границу. Смотрите, у вас есть достаточно четкое представление о том, какие люди и что за люди, значит, ну вот, девочки легкого поведения. То есть, вы о них абсолютно четкого мнения. Я не думаю, что вы свое мнение будете менять за счет них. Но раз сын выбрал себе такую женщину, то вы, имея право не допускать ее на свою территорию, где хозяйкой являетесь вы, вы, имея это право, все же обязаны пойти сыну на встречу. Значит, мне видится ситуация такая, что стоять перед выбором, пускать ее в дом или нет, не стоит. Я думаю, что идеально было бы, если бы вы встретились на нейтральной территории, вы все втроем, раз уж он так хочет познакомить ее с вами, и вы с ней пообщаетесь. Другой вопрос, сможете ли вы посмотреть на нее не в контексте того, чем она занимается, не в контексте того, какие у нее отношения с вашим сыном. Сможете ли вы посмотреть на нее, как на человека, ибо ситуации в жизни бывают разные? Если сможете, то только честно себе в этом признайтесь, то встретитесь и пообщайтесь. Кто знает, может быть, она и не плохая. Но если вы твердо знаете, что вы не поменяете свое отношение к ней, если вы твердо знаете, что у вас уже негативный настрой, то позиция здесь ваша должна быть абсолютно четкой. Ты, сын, можешь сделать все, что хочешь, я тебя во всем поддержу, но только не в моем доме. Потому что мой дом, это мой дом. Хочешь кого-то куда-то к себе приглашать, пожалуйста, приглашай, у тебя должна быть своя квартира и т.д. и т.п. Это вопрос достаточно взрослый, жесткий, но зато, по крайней мере, честный. И вот, понимаете, какая штука? Вот вам один из коллег сказал, что вы нарушаете личные границы своего сына. Я думаю, что в первую очередь нарушение границ проявляется в том, что вы говорите, вот сейчас даже процитирую вам, это один раз пришел и полез на матч с кулаками. Знаете, то есть вы себя, вы себя называете матерью. В контексте сына. Это очень приводный шаг, потому что вы уже давно в этом смысле перестали быть ему матерью. Вы для него просто родной человек. Вы не матерь. И не нужно позиционировать себя излишне как матерь. Вам от этого ничего хорошего не будет. Вы пишите, что я не хочу слушать то, что рассказывает мне сын, да? Он вам рассказывает какие-то вещи, делится и т.д. Славное. Скандали. Во всем этом очень важно отграничить свою ответственность от его, себя от него. Скандалы с ним не уступать. Занимать четкую, грамотную позицию по отношению к нему. Ты делаешь, что хочешь, но только не на моей территории. Ну, если уж у вас такой взгляд, что вот считаете вы девушек легкого поведения такими, это ваше право. Это ваше право. Никто не заставляет вас меняться, если вы этого сами не хотите. Нужно адекватно, может, соединять, совмещать и свою позицию, и позицию сына. Понятно, что сын, он проецирует свою потребность девочке и семье на эту женщину. Это понятно. Но ваш сын никогда не образумится, если вы будете ему противостоять. Только лишь позволить ему делать все, что он хочет. Но на его территории, на его территории, не на вашей. Только позволив ему пережить ошибку, позволив ему увидеть, куда это все идет, вы можете помочь ему исправиться. Вы можете помочь ему подкорректироваться. Исходя из этого, и отдавая себе отсчет в том, что вы, ну, что вас, в принципе, не переделать, не поменять, и сына как бы не переделать, не поменять тоже, ну, по крайней мере, сейчас. Я думаю, что оптимально будет, если вы условите сыну, и что вы снимаете ему комнату, или покупаете ему комнату, или квартиру однокомнатную, или как-то либо еще, вот, чтобы он там жив. И пусть он туда вводит, кого угодно, кого хочет. Вот. Это вполне себе справедливо. В остальном, в остальном, нужно придерживаться четко своей позиции. Ваш дом, ваша крепость. К себе в дом приглашают людей, ко людей, у которых вы сомневаетесь только потому, что сын решил их позвать. Но это такое себе. На худой конец, я уже сказал, можно встретиться на нейтральной территории, познакомиться, пообщаться. Если вам понравится, то хорошо. Но здесь очень важно не лицемерить. То есть, если вы пойдете на встречу с этой девушкой, то вам нужно понимать, что сын будет читать от вас, что вы ее примете, что вы относитесь к ней по лицам. Да, и вообще, у меня такое ощущение, что сын хочет одобрения от вас с этим сыном. Но это отдельная история, вы здесь как бы не спрашиваете ничего. Дальше. Вот, вы пишете, что хочу ультиматум поставить или завязывать с ней, или не обращаясь ко мне, а мне так вот с ним нужно. Это очень, очень, деструктивная промышленность. Когда вы пишете, что позорят семью, унижают себя. Вы пишете, никто не подбирает такое дерьмо, не общается с ними. Я вот не очень понял, что вы имеете в виду сына или его девочку. Так, иначе, я не думаю, что вы здесь правы, называя дерьмом либо своего сына, либо девочку. То есть, да, она не самый, может быть, образцовый человек. Но это не делается ее дерьмом. И уж точно, с ней не нужно общаться. То есть, от подобных категоричных суждений я рекомендую вам отходить. При этом, уважая свои границы и защищая их. Я понимаю, что вы реагируете так, потому что чувствуете реальную угрозу потерять вообще все, что вы нажали, и потому что боитесь, что вас ограбят и так далее. Я понимаю. Вот тут нужно стоять на своем твердо, что она может быть хорошая, она может сколько угодно хотеть помощи. Но ты пойми, сын, пойми, пойми, что я боюсь, я ее не знаю, ты ее знаешь, я ее не знаю. Понимаете? Я никогда не могу пригласить в дом человека, которого я не знаю, сомнительно, и ты не будешь спорить, спорить о репутации. Ну вот, понимаете? То есть, учитесь отходить от категоричных суждений, учитесь отходить от того, чтобы навешивать вирусы на людей, да? Учитесь не ставить ультиматумы, а просто придерживаться своих позиций. Понимаете? То есть, вот вы же, я так понял, пишете, что ваш сын, он просил вас деньги. Так не давайте им. Получается, что вы сами деньги даете, и все больше и больше ненавидите эту девочку. Ну так а зачем давать деньги? Не нужно. Вот. То есть, пожалуйста, постарайтесь понять, вместо того, чтобы пытаться его понять, вы не можете и не должны его понять, вы разные поколения. Вместо того, чтобы ставить ультиматумы. Просто обозначьте свои границы и скажите, что вот за эти границы никто не заходит, пока я сама не решу. И все. Это куда более правильная, куда более конструктивная позиция, чем та, что вы сейчас придерживаете. Потому что ультиматумы не любит никто. Вот так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Ну и переживать за 27-летнего сына, несмотря на то, что вы, безусловно, будете это делать, все же стоит поменьше. Потому что чем больше вы переживаете за него, тем больше он совершает таких действий. И посмотрите, как сын устраивает отношения с девушками, как она ведет себя с ним. Приведите параллель с собой. Не так ли сын общался с вами? Не были ли вы с ним чересчур строги? Строги так, как сейчас строга с ним эта девочка. Как она верховодит, манипулирует и так далее. У вашего сына занятие на этом оценке я изучила, в том числе из-за вашего к нему отношения. Понимаете? И девушка его, какая бы она ни была, она повторяет ваши отношения к нему. И поменяв свое отношение к нему, измените его перспективу отношений. И позволите ему быть счастливым. Вот и все. Я понимаю, что это непросто, это очень непросто. Ну, попробовать, по крайней мере, стоит. Было бы идеально, если бы вы взяли несколько консультаций индивидуальных. Реально имея настрой меняться, корректировать свое поведение, отбросив все свои предубеждения, все свои догматические представления. Вот. Я уверен, что вашему сыну это помогло бы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.